Привет! С вами Алена Васильева, и сегодня мы затронем очень важную тему. Кем же станет твой ребенок в будущем? Ведь если бы мы точно знали, что сегодня воспитываем будущего президента, или, например, будущего великого спортсмена, или актера, тогда бы мы точно знали, что вкладывать сегодня в ребенка, куда его водить, на что обратить внимание больше всего, когда воспитываешь его, что с него требовать. Заглянем в будущее, но перед тем, как смотреть, не забудь подписаться на мой канал. Как же узнать, кем станет ребенок в будущем? Вы знаете, что около 15% профессий уже бесследно исчезают с лица земли. Но наоборот, от 40 до 60% профессий появятся на земле тех профессий, о которых мы еще совершенно не знаем. Тогда, когда наши дети подрастут, они как раз будут работать теми от 40 до 60%, о ком мир еще совсем не знает. Сегодня уже появились такие профессии, как тиктокер, ютубер, креатор, о которых мир еще раньше вообще слышать даже не слышал. И сегодня уже очень успешные такие люди, которые занимаются вот теми именно профессиями. Кем же станет мой ребенок? Что же делать сегодня? Сегодня уже большинство мировых компаний ценят в работниках не просто четкие знания, а ценят гибкие навыки. Именно по ним они определяют, кого же принять на работу. Что это за гибкие навыки? Что это такое? Что же сегодня уже ценится в работниках? И что будет цениться в будущем? Первый самый важный навык, что мы можем сегодня развить в ребенке, чтобы он был успешным в будущем, это умение общаться, умение слушать других и умение договариваться. Как большинство родителей сегодня поступают с детьми? Да подожди, мне некогда тебя выслушать. Или говорят, да что ты несешь всякую ерунду. И когда человек вырастает, он думает, ага, я постоянно нес всякую ерунду в детстве. Мне говорили, ну что ты опять что попало придумал. Поэтому я не буду лезть, я лучше посижу в сторонке. Но если мы сейчас разовьем этот навык, будем развивать в каждом дне умение общаться, договариваться, будем выслушивать ребенка, то он станет успешным в этом в будущем. Второе, это креативность. Совсем недавно я сама столкнулась с этим. У меня, у ребенка примерно 10 наборов разного лего дупла. И я очень люблю эти наборы собирать вот как по картинкам, знаете, то есть расставлять все как нужно, чтобы каждый наборчик был красиво расставлен. И как только я это делаю, мой ребенок берет эти наборы и трансформирует их. Из красиво собранных наборов он собирает какие-то огромные корабли, какие-то огромные самолеты или многоэтажные дома, башни. И я говорю, ну что ты снова все разобрал? Я только убралась. А ведь это креативность. Креативность это создавать из того, что уже существует, что-то новое. Нельзя гасить в этом в детях. В детском саду как мы рисуем маму? Давайте все нарисуем маму. Вот так рисуем лицо, вот такие глаза. И у всех получается мама абсолютно одинаковая. Единственное, художник говорит, посмотрите, у мамы темные или светлые волосы, и возьмите такой карандашик, либо желтый, либо коричневый, либо черный. Вот и все. Но все мамы на одно лицо получаются. Разве это креативность? Но сегодня уже нужно, необходимо развивать в детях креативность, для того, чтобы они стали успешными специалистами в будущем. Именно креативность очень ценится сегодня также в профессиях. Потому что это умение находить четкие выходы из сложившихся ситуаций. Четкие нестандартные выходы. И сегодня мы можем воспитать это в детях. Дальше. Оптимизм. Сегодня уже научите ребенка видеть хорошее в любой ситуации. Например, я расскажу вам такой случай. Мой ребенок ходил возле взрослого бассейна, пытался там залезть по лесенкам. И я говорю, нельзя, нельзя туда, потому что ты можешь туда упасть. И вот он берет и роняет случайно туда игрушку, и бегом за ней по этим лесенкам ныряет в этот большой бассейн. Я его тут же достаю, он ревет вообще и говорит, мне плохо. Я говорю, сынок, ты как супермен, ты нырнул и спас своего щенка, свою игрушку. Он говорит, точно, я супермен. То есть научите детей видеть хорошее, научите детей всегда и везде смотреть дальше и видеть впереди светлое будущее. Это очень-очень пригодится ему в будущей профессии. Итак, дальше. Это инициативность или драйв. Конечно, что нам как родителям хочется? Нам очень хочется иметь послушных детей. Ребенка, которому мы скажем, так, сиди здесь. И он сидит, пока мы ему не скажем, вставай, пойдем. И он тогда идет за нами. Мы ему говорим, убирай игрушки, он тут же убирает. Мы ему говорим, сядь, порисуй. Он тут же сидит и рисует. Каждому родителю, конечно, хочется, чтобы его ребеночек, гости приходят, и он такой весь стоит в костюмчике с бабочкой, играет спокойно на скрипочке. Но в жизни таких детей практически не бывает. И это нормально. Ребенок должен быть инициативным, драйвовым. Если ребенок очень послушный, он либо забитый ребенок, то есть он руководствуется страхом, что ой-ой-ой, если я не послушаюсь, на меня наорут. Или мне там по попе дадут. Или меня поставят в угол. То есть ребенок боится наказания. Он боится следствия. Либо это запуганный такой ребенок, либо это ребенок, который такой безинициативный. Это плохо. Нужно развивать в детях инициативность. Вот этот драйв. Нормальные дети, хорошие дети, это те, которые пытаются узнать все вокруг. Это те, которые лезут куда не надо. Это те дети, которые не всегда вас слушаются, но проверяют вас на прочность. Что скажет мама? Как отреагирует папа, если я буду конючить и выпрашивать эту игрушку в магазине? Что же они скажут? И это нормально. Это совершенно нормально, когда ребенок сам что-то придумывает. Сам куда-то лезет. Это хорошо в будущем. Потому что когда он станет взрослым, он будет не бояться тогда принимать самостоятельные решения и идти туда, куда никто не идет. А не просто будет послушно сидеть и ждать, когда же ему кто скажет, что делать. Итак, мировые компании сегодня очень ценят вот эту драйвовость, инициативность. Когда работник не просто может прийти и сидеть и ждать, что же ему скажут. Когда он будет сам что-то делать, сам искать выходы. Когда он будет оптимистично смотреть в будущее. Когда он будет видеть за всем хорошее. Будет говорить, ну и что. Помните тот пример, когда говорили, приехали два человека в Африку, те, которые занимались обувью. И один человек говорит, надо же, здесь все ходят босиком, у нас здесь не будет никакого бизнеса. А второй человек говорит, ты посмотри, здесь все ходят босиком. У нас обязательно здесь получится хороший бизнес, им всем нужна обувь. То есть, как вы смотрите на ситуацию, научите ребенка этому быть драйвовым, оптимистичным, общаться, работать в команде, договариваться и слушать, внимательно слушать, что происходит вокруг. Ведь не зря Господь нам дал один рот и два уха. Научите ребенка быть внимательными, а не говорить ему, что ты лезешь во взрослые разговоры. Уйди, пожалуйста, уйди, не лезь. Пусть ребенок слушает, объясняйте ему все ситуации. Пусть он слышит все вокруг, пусть он учится сам рисковать и добиваться чего-то. Мы не можем точно знать, кем станет мой ребенок в будущем. Профессором или спортсменом, или певцом, или великим артистом, или ученым. Но мы точно можем знать, что если мы разовьем все эти качества в нем, то он обязательно станет успешным человеком. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, пишите свои вопросы и комментарии и перешлите его друзьям. С вами была Алена Васильева. Пока-пока!